МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортсмены из Карелии на этот раз остались без медалей. И на то есть причины. Мы немножко отстали. У нас на сегодняшний день лидеры по Калининградской области и Калининград, это возраста, потому что были объективные причины переездов у нас в зал. Мы меняли последние 4 года. Но я думаю, что мы догоним. Сейчас мы пошли молодежь, вот этот именно возраст 2002-2003 и моложе. Ну, хороший уровень. У нас Республика Карелии всегда была в призерах. Если брать российский уровень, то, к сожалению, последние годы финансирование не очень хорошее. Но в рамках этого финансирования я считаю, что мы много проделали работы. Елена Кузнецова – личность в Карелии известная. Настольным теннисом она начала заниматься в 11 лет. Тогда Елена носила фамилию Корнышева и успешно выступала на соревнованиях. Главным считался всероссийский турнир «Юный Онежец». В 1971 году его организовал Георгий Фукс, он же тренировал Елену. Кроме нее он приобщил к настольному теннису еще несколько сот подростков. Получив разряды и звания, многие потом пошли по его стопам, стали педагогами. Елена Кузнецова сегодня судья и заслуженный тренер Карелии. Я в свое время сама много выигрывала и ездила, а теперь мои дети ездят, выигрывают. У нас был период, когда наши ребята ездили на первенство России, были призерами. Иван Боботин – трехкратный призер первенства России по кадетам. Мастер спорта, был очень хороший у нас период такой. Выполнили мастера Таламанов Иван, Лучинин Евгений, мастер спорта Адасенко Ксения. Она стала мамой, сейчас вот вернулась и выступала за взрослую команду. Призерами командных соревнований России у нас ребята были. Поэтому мы как бы, у нас есть на что равняться и к чему стремиться. Опыт есть. А ведь когда-то даже просто начать заниматься пинг-понгом, именно так часто называли эту игру, было не так просто. В городе Петрозаводске здесь были активные сторонники, фанаты, можно сказать. В тот момент не было ни ракеток, ни мечей, ни хороших. Это было очень трудно достать, был сумасшедший дефицит. И это сейчас инвентарь на практически любое есть. А здесь нужно было кудесничать. Клеили, пытались сами клеить что-то там, разбирали накладки, чтобы сделать шипы этого, значит, вьетнамскую накладку. От губки отделяли, значит, переклеили в обратную сторону. Ну, изредка удавалось достать, ну, где-то по блату, там, такую приличную накладку. В 2008-м Елена Кузнецова организовала ежегодный турнир Кубок Сергея Андрианова. Это еще одна звезда карельского тенниса. Андрианов тоже начинал свой путь с юного онежца. После пошли соревнования европейского уровня. Сергей вошел в сборную страны, получил звание мастера спорта международного класса. Наставником Сергея был Владимир Богданов, работавший в то время старшим тренером и воспитавший не одно поколение талантливых теннисистов. Сейчас Сергей Андрианов живет в Оренбурге, там же тренирует юных спортсменов. В Карелию приезжает ежегодно. В одном из визитов шесть лет назад встретился с министром спорта Александром Вороновым и сделал признание. Делалось бы, конечно, вернуться обратно в Карелию и сделать все возможное на тренерской работе. То есть воспитать маленьких мальчиков, девочек, чтобы они в дальнейшем представляли республику Карелию. Но нужно было создать условия для занятий. В частности, Михаил Бокарев, который в то время стал новым председателем федерации, выступил с инициативой построить стационарный центр для настольного тенниса. Даже проект был и договоренность на федеральном уровне по частичному финансированию. Министр идею поддержал, а вот экс-руководства администрации Петрозаводска нет. В итоге специализированного зала у спортсменов не появилось, и лишь с приходом нового руководства дело сдвинулось с места. В конце 2015 года, благодаря усилиям администрации города Петрозаводска, ну и наших, наверное, нам выделили в суду вот это помещение по адресу Фрунзе, 25. Дали денег на ремонт. Три месяца мы с трудом, с боями ремонтировали здесь все, оставляли, и вот сами видите, что у нас получилось. На профессиональное покрытие и ремонт из бюджета Петрозаводского городского округа было выделено 3,5 миллиона рублей. Теперь часть воспитанников Дюж-4 занимается здесь, остальные тренируются в школах города. Обратиться хотелось бы к губернатору в рамках подготовки столетия республики, празднования, чтобы все-таки нашли возможность включить наш вид спорта в программу под строительство конкретного спортивного комплекса для настольного тенниса. И тогда действительно мы можем на празднование столетия и провести перенесу России здесь, и пригласить всех сильнейших спортсменов России. И это будет, конечно, хорошим толчком для развития Донечья. Нужно решать вопрос и с кадрами. На сегодня на всю республику лишь 8 тренеров. 7 из них работают в Петрозаводске, один в Меджигорске. Мама у меня воспитатель, значит, работала всегда в детском саду. Наверное, я по ее стопам иду как педагог. Папа у меня всегда играл в настольный теннис, и он мне дал навыки настольного тенниса. Ну, вот так вот научил, как отец. А дальше, когда я закончил институт и пришел работать, как раз на тренера не было по настольному теннису в городе Меджигорске. И я стал работать вот уже 23 года. Удивительно, но мяч в настольном теннисе может развивать скорость до 200 км в час. При этом траектория после каждого удара меняется. Поэтому спортсменам приходится принимать решение ежесекундно, чтобы понять, в какую сторону лучше передвинуться. А профессиональные игроки имеют, пожалуй, самую лучшую координацию движений после канатоходцев. Даже боксеры играют в пинг-понг, чтобы улучшить свою реакцию и скорость. Такая любовь к этому виду спорта неудивительна. Он не травмоопасный, доступный, хорошо развивает ловкость и внимание, помогает быть сосредоточенным и учит организованности. Настольным теннисом я занимаюсь очень давно уже. Я хожу на тренировки каждый день. Мне это очень нравится. Мы часто выезжаем на соревнования, сборы. Для меня это очень хороший вид спорта. Развлекательный. Двигаться много нужно. Нужно в игре думать. За каждое свое движение думал отвечать. Во-первых, он дает удовольствие, желание играть. Очень интересно. Я уже много лет им занимаюсь. Поэтому очень нравится. И скорость, и вращение. Мне очень это завораживает. Настольный теннис – один из базовых видов спорта для Карелии. Но если спортсмены не будут выступать удачно на межрегиональных соревнованиях, то этот вид спорта могут и исключить из списка базовых. Вот и получается – палка о двух концах. Плохие показатели из-за недостатка финансирования, низкое финансирование из-за отсутствия побед. Остались без призов наши теннисисты и на последнем зональном турнире. Впрочем, это еще и хороший повод для всех вспомнить один из главных спортивных принципов – без поражений не будет и побед. Субтитры создавал DimaTorzok